азербайджанская сказка умная жена жили были на свете муж и жена очень дружно жили грубого слова друг другу не сказали муж с восхода до заката трудился в поле а жена в это время пряла ткала да в доме прибирала восхищались сельчане скромностью и умом женщины все хвалили ее нахваливали шли дни чередой шли месяцы годы и молва о женщине разнеслась повсюду однажды услышала об этой женщине жена деревенского старости чуть не лопнула от злости и чем она лучше меня что все ею нахвалиться не могут умру но найду и погляжу на нее долго ждала жена старости случая чтобы выйти из дома как-то староста на несколько дней поехал в город по делам только муж за ворота жена переоделась в рубище и пошла на поиски женщины в один дом в другой наконец расспрашивая людей нашла притворилась жена старости нищей постучала в ворота и попросила подаяния добрая женщина подала нищей и продолжала работать а жена старости заглянула во двор и видит что женщина сидит на самом солнце теке придет шерсть а рядом чертый кусочек хлеба и нагревшиеся под солнцем вода в ковше сестрица что же ты на солнышке сидишь а не в тени деревьев просила жена старости муж мой в это самое время в поле под жгучим солнцем хочет пшеницу ответила женщина ему негде в тени укрыться да и поесть кроме чертого хлеба и запить кроме теплой водицы ему нечего а я что лучше с него как он так и я иначе я не пойму каков он мой муж какой у него труд а муж видя мою верность платит мне любовью посоветую сестрица что мне сделать чтобы муж меня больше любил попросила жена старости женщину ей захотелось проверить ее рассудительность если ты принесешь мне несколько львиных волосков я смогу научить тебя ответила женщина с того дня жена старости стала искать льва и нашла наконец в зверинце у падишаха видит в стальных клетках страшные львы при одном взгляде на них поджилки трясутся долго думала гадала жена старости и решила ежедневно сама кормить льва стала она по два три раза на дню приходить к зверю переборов страх подкладывала через прутью ему еду меняла воду в поилке ласково приговаривая гладила хвост и спину спустя некоторое время осмелела на и погладила львиную голову лев стал узнавать ее однажды гладя льва по голове вырвала она три волоска из его усов пришла же на старости к той женщине и показала ей львиные волоски как это тебе удалось оборвать усы такому хищному зверю как лев спросила женщина жена старости рассказала женщине как она обращалась со зверем чтобы вырвать эти волоски сестрица поди-ка ты к мужу от нас и относись к нему так как относилась ко льву тогда и он не будет тебя мучить полюбит тебя сказала женщина с тех пор же на старости стала относиться к мужу так как посоветовала женщина муж был очень доволен женой жена старости уверилась что женщина на самом деле очень умна